сергей приветствую еще раз на выставке но я смотрю здесь вы привезли как и свою неубиваемую классику да так и новинки сибири булеры а вот мне наверно в первую очередь интересно конечно же новинки как и нашим зрителям сибири очка да из серии воздухогрейных сибири очка эта модель эти киловаттное исполнение облицовка у нее идет окрас и нержавейка здесь на одной печи показаны как раз два варианта декора это окрашенная причем окрашенная краска такая очень необычная а здесь классическая нержавейка сергей а что это за краска такая новая краска мы используем пока небольшом количестве то есть это экспериментальная видимо какая-то партия которую вы решили покрасить и посмотреть как она вся поведет и как она пойдет на только небольшие детали до которые будут подвергаться термическому нагреву и так она себя в дальнейшем проведет в объеме пока мы ее не используем это 9 киловаттная печь основные элементы коротенько про них расскажи пожалуйста зрительно если посмотреть на нее что мы видим это хорошая объемная ковка порядка 40 сантиметров длина дров у нее выходит форма внутренняя это форма бочонка хороший объем загрузки топлива система регулирования чистого окна то есть увеличение либо уменьшение у нас остается чистым окном а здесь получается до подача воздуха и как раз за счет него вот это вот стеклышко остается элементично включая для более тонкой регулировки подачи воздуха сверху варочная поверхность можно готовить разогревать это металл очень толстые пятерка прям на века сделано если скажем так грамотно использовать а как мы рекомендуем чисто под дрова то хватит на 1 десяток лет ну и под уголь конечно она не идет под уголь не идет но вот дрова замечательно печь сибирячка логотипчик такой очень интересный в принципе конечно печь будет очень узнаваема некоторые ее сравнивают с печами другого производителя новосибирского но я вам скажу что вживую когда вы ее увидите но нет такого прям ощущения что это вот сделано по аналогии просто такая округлая печь с такими 2 мили мишелями она будет идти то есть продажа будет идти 6 9 и 12 кВт или же она есть на складах в исполнении со стеклом и облицовка в нержавейке ну то есть вот с этого бока вот так будет более удешевленный вариант без стекла посмотрим как он пойдет но пока его на складе нет я думаю большого смысла наверное нет потому что печь даже 9 киловаттная довольно большая размер стекла у нее тоже очень большой по диагонали где-то около 25 сантиметров котельная ручка дверка дверка закрывается очень плотно то есть здесь скорее всего есть возможность продлить горение то есть некое подобие режима длительного горения тоже можно сделать в процессе нагрева помещения уменьшает подачу воздуха закладка вот 3 до 8 часа но ящик зольника здесь тоже со шнуром герметично закрывается то есть печь можно придушить и она будет работать в режиме длительного горения ну и вот эта идейка очень интересная то есть можно быстренько очистить стекло дополнительно подав воздух здесь отбойник металлический за счет него то есть можно регулировать то есть если пользу если пользователь нам попался опытный то он может в принципе настроить даже потенка таки в два-три раза то есть он поймет какой режим для него будет оптимальный сам отбойник то есть он по всей длине печи глубине или глубине печи да вот он его не открывает датус либо открываясь либо закрывает либо открывает дымоход но конечно вот в этом положении ровнен и до положения выбирается ну и здесь также будет еще активно нагреваться варочная поверхность здесь стальной диск тоже можно приготовить покушать на этой печи и выход дымохода до стандартный 115 на верхней поверхности то есть все в принципе очень очень даже понятно ну сибирячка и понятно сергей а что нас еще ждет в этом году ну чугунные ванны и плачугунный по банным печам у нас ассортимент очень хорошо расширился вот она 15 кубовая стоит по исполнении сетка без выносного топочного канала я вообще ее называю маленький злой гном отапливает она конечно и свои кабариты очень здорово все они варьируются либо сетка либо конвекционка дальше смотрим это либо панорамное стекло либо будет в исполнении закрытой как здесь и новинка у нас есть это универсальная стекло дверка по нему дает в таком исполнении стандартная продажа снимается есть возможность снять вот эту заглушку да и вместо нее установить стойкое стекло можно заказать на заводе либо через дилеры либо через магазин который торгует этими печами либо же обратиться к стекольщиком но естественно использовать только жиростойкие стекла ну да действительно на будущее ну и кстати очень удобно будет да то есть если человек разбил стекло может вот эту вот красивую и жилучую она прям выглядит и уходе в рамочку и на стену чугунных печей у компанию нмк чугунных банных печей очень много они вот так как таком классическом исполнении так и дымоход без фанта да со стартовым чугунным дымоходом 300-250 исполнения тот элемент который принимает на себя максимальную термическую нагрузку а вот любая чугунная банная печь практически любая это такой мощный нагревательный прибор который нагревает дымоход до высоких температур здесь конечно же можно еще и дополнительно снимать тепло в парную здесь не будет такого жесткого излучения до сергей есть возможность во первых камень поднять по максимуму при угадке вот это будет сетки исполнения вот это будет исполнение кондиционных по максимуму подняет дальше уже бак идет либо теплообменник который забирает но мы можем пройти у котла нет котлы мы оставим на сладкое сейчас мы пойдем посмотрим на еще одни чугунные новинки ну точнее две из них мы уже хорошо знаем а одна отопительная отопительно варочная печь-камин появилась относительно недавно ассортименте копания мига чугунные печи печь камина будем называть печь камина понимать ну вот это вот это получается сибирь шестерка семерка и новая печь десятка но шестерку семерку мы уже знаем она у нас была в магазине на сайте fornax.ru вы точно ее можете найти это печи небольшие небольшие чугунные печи я так подозреваю что они бы очень удачно смотрелись бы каких-то небольших домах ну мы же знаем да что печка любой камин это идет как дополнение к основному источнику тепла либо используется в межсезонье весна осень слякок и так далее немножко нужно протопить нагнать живого тепла в дом шестерка семерка да они уже участвовали у нас на выставке в прошлом году в вашей сети они очень хорошо освещены по многочисленным просьбам требовалось что более мощная и больше больше на протокол поэтому как говорится мы слушаем наши покупатели наших компетентов слыша такая модель десятка в таком исполнении большой анорамное ступор боковины да получается 3 стеклышка одна большая дверца чугунная хорошая такая тяжелячая и две вставки по бокам для того чтобы расширить визуальное восприятие от работы камина здесь тоже огромный очень качественно выполненный отбойник из чугуна внутри находится вот отбойничьего и бомба да 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 сибирь большой-большой широкий ящик зольника просто огромный ну и и чугунный полостниковая решетка в оригинальном исполнении для этой модели состоит из двух половин это для удобства установки до замены ну и здесь такие отбойники чтобы дрова не скатывались дверцы выполнена форма куйков для того чтобы сюда не высыпался жар либо дрова не выходили ну и в тот же момент они выполняют функцию охлаждения печь сибирь печь сибирь смотрите как интересно окрашена она не просто в такой классический черный цвет а с такими элементами патины искусственно состарена печь и вот в таких более классических стилях она будет смотреться просто идеально ну и чугунный получается выход дымоходы до печка довольно мощная и поэтому ей нужно порядка сто шестьдесят килограммов здесь также реализована система чистого окна это объект система чистого окна дополнение и поддув движение все в принципе понятно и просто толщина стенок как и у всех моделей это не менее метра поэтому даже и мало добавить а что сдача получается чугунный если не требуется подарок то есть все делается все делается у нас все это это наша печка Сергей а какая цена будет на нее в рознице пятьдесят килограммов то есть вполне вполне ожидаемо и вполне понятно потому что печь весит сто шестьдесят килограммов внутри смотрите какой очень интересный колосник усиленный ребрами жесткости задняя стенка чугунный отбойник мы уже с вами посмотрели ну и естественно большая большая плита ну что ж спасибо Сергей и сейчас я хочу пригласить нас всех вместе с вами посмотреть на еще одну навитку от компании НМК это твердотопливный отопительный котел очень интересно и почему именно нам это показалось интересным вы скоро узнаете как что но это это не Продолжение следует...